Здравствуйте! В эфире ОТВ программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. Одинцовский народный театр существует уже более 13 лет, но в этом году впервые постановки проходят в режиме онлайн без присутствия зрителей. Как актерам работается в новых условиях? Какие спектакли в репертуаре театра? Об этом мы сегодня поговорим с режиссером Одинцовского народного театра Светланой Лапшиной. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Светлана, впервые в этом году мы столкнулись все с новыми условиями работы. Как Одинцовский народный театр завершал прошлый сезон? Не просто нам было. У нас в первый карантин отменилось сразу пять запланированных выходов к зрителю, отменились два фестиваля, но на этой волне у нас возник какой-то такой очень хороший действенный протест. Мы поняли, что мы не хотим расставаться со зрителем, и мы обязательно должны в этот сложный период ему что-то сказать. И как-то вот этот переход в онлайн, он для нас естественно произошел. Мы начали записывать циклы стихов, начали придумывать какие-то акции, которые бы нашего зрителя подбодрили и не оставили одного. Вот зрители как отреагировали на новый формат работы? Для нас, наверное, вот все было очень позитивно, потому что мы даже благодаря пандемии увеличили количество подписчиков на YouTube-канале театра и в соцсетях. А техническое оборудование сразу позволило перейти в новый формат работы или пришлось перестраиваться немножко? Ну, конечно, у нас техническое оборудование оставляет желать лучшего. Это так, честно скажу. Поэтому нам приходилось придумывать какие-то варианты, чтобы смонтировать видео, буквально снятое с телефона, таким образом, чтобы оно было интересно. Чтобы оно как-то заставляло приковывать внимание, давало информацию и зрителю удовлетворяло. Подумать пришлось очень здорово подумать, пофантазировать, поискать. Все актеры театра, скажем так, были готовы переформатироваться? Вы знаете, мне показалось, что да. То есть как-то вот у нас на основе этого стресса, наоборот, очень здорово аккумулировалась творческая энергия. Новая форма, и она потребовала освоения и потребовала каких-то новых качеств от нас. Их пришлось в себе вырабатывать, а это тоже процесс творческий и очень интересный. И труппа, наверное, сплотилась вокруг вот этого новшества. Это правда, это правда. И не только сплотилась труппа, пришли еще очень новые люди, совсем новые люди, их очень много оказалось. И у нас состав театра пополнился. Вам, как режиссеру, эта работа усложнила? Или влились в коллектив незаметно? Усложнила. Усложнила и очень здорово. Потому что вот сейчас обилие новых людей, нужно все внимание дать на них, дотянуть их до качества старого состава, ну и как-то придумать для них работу, ввести их в старые спектакли, дать им новую историю какую-то. Так что времени сил отнимает больше, безусловно. Но это нормально, это работа. Опять же, что-то новое, но новые силы, наверное, тоже дает. А сколько сейчас человека в Одинцовском народном театре? Сейчас порядка 20. Такой достаточно большой коллектив получается. Ну да, не маленький. По нашим меркам, не маленький получается. В этом сезоне успели поработать в привычном для зрителей и для вас в том числе формате? Да, вы знаете, да. И очень здорово. Прям так поймали межсезонье. Дали два спектакля. Начали репетиции с детскими студиями. Набрали новую детскую студию. И сейчас у нас образовательный процесс продолжается. Репетиции идут. Занятия идут. Ну и, в общем-то, мы и сотрудничаем очень неплохо с нашими коллегами. То есть тоже какие-то делаем онлайн-мероприятия, видеозаписи. Так что все идет вперед. С какими спектаклями успели выступить? Мы показали деревенскую комедию «Жить будем». Мы показали генеральную репетицию первого действия нового спектакля «Есенин» по этой женщине, который мы делаем в сотрудничестве с маленьким театром «Двое». И вот буквально на днях мы сделали онлайн-формат, тоже комедия, рок-н-ролл на фоне чемоданов. В этом сезоне актеры Одинцовского народного театра стали волонтерами. Они раздавали маски на одну из железнодорожных станций округа. Давайте вспомним, как это было. Вы держитесь от подъездных за границу. Чаще мойте руки. Старайтесь не касаться руками лица. Соблаговолите принять простую и эффективную защиту от коварной инфекции. Именно так обращались к жителям дама и господин. Акция по раздаче медицинских масок прошла на железнодорожной платформе «Немчиновка». Чтобы привлечь внимание пассажиров электричек, актеры Одинцовского народного театра предстали в старинных костюмах, в лучших традициях дачных театров. Мы сегодня вышли на эту акцию в поселке Немчиновка, который исторически был знаменит как дачный поселок, куда из Москвы приезжала интеллигенция и дворяне для дачного отдыха. Поэтому мы решили сегодня быть в таких условных образах, дамы и господин, в стиле 19 века. Волонтеры вместе с артистами напомнили прохожим о необходимости защищать себя и окружающих в этот тяжелый период. Творческий подход никого не оставил равнодушным. Вы знаете, удивлены, я бы сказала, приятно. И каждый раз особенное удовольствие мы доставляем машинистам поездов, которые непременно приветствуют нас продолжительным гудком. Раздали больше 20 масок. Организаторы уверены, подобные акции помогают людям стать более сознательными и внимательными к окружающим. Только совместными усилиями можно противостоять вирусу. Светлана, какие впечатления остались у актеров Одинцовского народного театра вот от этой акции? Акция необычная. Ну, честно говоря, двоякие. С одной стороны, мы понимаем прекрасно всю необходимость этой акции. А с другой стороны, все-таки мы понимаем впечатление тех людей, пассажиров нашей железной дороги, по отношению к которым эта акция проводится. Конечно, у них есть некоторая неуверенность, надо ли брать маски на платформе. Настолько ли они гигиенически чистые. И, в конце концов, насколько здоровы мы, раздатчики этих масок. Это тоже такой вот вопрос, который читается в глазах тех, кому мы эти маски раздавали. Поэтому, на мой взгляд, наверное, было бы неплохо провести такую акцию в следующем формате. Все то же самое, только мы ничего не раздаем, а просто стоим и провожаем поезда в нашем вот наряде и в масках. В этом случае мы соблюдаем установленную дистанцию полтора метра, а пассажирам все та же реклама и, ну, скажем так, намек на то, что маски нужно носить. Но улыбку наверняка у пассажиров актеры вызывали. Да, и улыбку, и желание снять нас на телефон. Ну, в общем-то, это тоже актерам очень приятно, и в сети разлетелось, наверное, мгновенно. Да, вы знаете, вот что меня удивило, наверное, ни один наш спектакль не пользовался таким успехом, как вот эта акция. А вот насколько сложно актер вот так в народ выйти? А кому как? Все очень разные люди, ведь актеры, они же тоже все психофизически разные. Есть замкнутые люди среди них, им трудно. Они больше предпочитают сцену, четвертую стену и вот облик героя, за который ему сложно выйти. А кто-то с удовольствием работает интерактивно, и вот для него такой формат работы со зрителем наиболее предпочтителен. Поэтому здесь все очень индивидуально. Давайте еще раз напомним, какой спектакль в этом сезоне впервые прошел онлайн? Впервые прошел онлайн рок-н-ролл на фоне чемоданов. Это комедия про двух возрастных людей, которые в итоге решают связать свою судьбу. Где его можно было посмотреть? Вот какую аудиторию, может быть, собрал? 7 числа мы показывали этот спектакль онлайн, и у нас было 6 человек в зале, которым мы разрешили присутствовать. Это были родные и близкие наших артистов. Наверняка с соблюдением всех норм и требований. Но даже более того, потому что зал у нас на 100 мест, а 6 человек в нем разместились совершенно замечательно. Больше полутора метров было точно. Совершенно замечательно. И 12 человек вышли в прямой эфир и поддержали нас. Мне кажется, это неплохой итог. Вот насколько сложно актерам работать? Ну, все-таки 6 человек – это маловато. Привыкли при полных залах. А сейчас, к сожалению, так. Насколько тяжелее? Трудно, конечно. Без зрительских глаз. Трудно, трудно. Трудно. Потому что актер, он ловит вот эту волну, энергию, которая идет из зала, чувствует и настраивается на того зрителя, который пришел. А зритель, ведь он каждый раз разный. Но что делать? Мы вообще как-то… Наш театр, он вообще такой экстремальный. Привык работать в экстремальных условиях. Мы не ищем легких путей. Будем осваивать и такую жизнь тоже. А на какой площадке сейчас работаете? Мы работаем на площадке Немчиновского культурно-досугового центра. И работаем там уже давно. Ну, являемся театром на базе этого Дома культуры. Вот поступает ли от зрителей комментарии, ну, от тех, которые смотрят спектакли онлайн? Вот как на них реагируете? То есть обратная связь есть какая-то? Вы знаете, вот честно скажу, последним эфиром занималась не я, и я даже как-то не успела просмотреть, есть ли там комментарии. Ну, если комментарии положительные, нам очень приятно. Если какие-то, может быть, там высказывания есть, которые вынуждают нас поправить нашу работу, мы обратим на это внимание. Так что комментируйте, дорогие зрители, не стесняйтесь. Главное, чтобы комментарии были адекватные, так скажем, правильно. Критика должна быть объективной и максимально конструктивной, как мне кажется. Это так, да, безусловно. Но, наверное, для конструктивной и объективной критики нужно почаще ходить в театр, либо выходить в онлайн и смотреть спектакли, чтобы сравнивать их между собой, и причем спектакли разных театров, я бы так сказала. Светлана, как вы думаете, вот сейчас публика изменилась, стала, может быть, более искушенной, или наоборот, соскучившись по театру, да, за лето, готовы принимать все, что им предложат? Ну, я бы остереглась говорить о публике в массе, потому что среди публики тоже есть разные категории людей, зрителей. Все очень по-разному, безусловно. Но мне кажется, что многие просто отвыкли. Отвыкли идти в театр, отвыкли что-то смотреть, занялись домашними делами, как-то сосредоточились на себе. Это тоже хорошо, это такой период. Это такой период. Зритель, безусловно, вернется в театр обновленный, желающий что-то получить от театра, и вернется взыскательный. Я вот в это верю. И нам это только в помощь, потому что должен быть требовательный зритель. Вот это, в этом я уверена. Так интереснее, наверное, работать. Да, так интереснее, и это развивает коллектив. Это развивает творчество и ведет от творчества к искусству. А какие спектакли сейчас у вас в репертуаре? Сейчас у нас главная работа – это спектакль «Есенин. Поэт и женщины». Мы работаем над ним уже год. Очень надеемся его выпустить к концу года, но если не получится, тогда в начале следующего. Ну и текущий репертуар. Вот перед пандемией мы сделали премьеру спектакля по Островскому «Праздничный сон до обеда», где главный герой Близаминов. Очень интересный спектакль, очень интересная концепция. Пытаемся сейчас его восстановить, потому что в связи с пандемией у нас произошли замены и в актерском составе. Ну и играем текущий репертуар Пушкина, Островского, все, что у нас есть. Я так понимаю, что традиционный конкурс «Самообаятельная баба ягодь» тоже проводится? Да, он пройдет, опять же, в видеоформате. Нас это немножко огорчает, ну и огорчает наших участников, но мы понимаем, что нам придется принять такое жесткое решение и провести его так. Или просто у нас есть риск не провести его в этом году. Ну, зато в этом году можно по-новому подойти к привычным этапам конкурса, наверное, так? Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про этот конкурс, кто в нем может принять участие, и что участники должны показать в заскательном жюри. Этот конкурс юмористический, он посвящен памяти замечательного актера Георгия Францевича Милляра, неподражаемому исполнителю «Бабы яги» в нашем советском кинематографе. Ну и мы предлагаем нашим участникам придумать грим, костюм, историю свою собственную «Бабы яги». Они могут заручиться группой поддержки, помощниками и предстать перед изумленной публикой в таком сказочном образе. Конечно, у нас задача еще как-то популяризировать героев наших русских народных сказок, сохранить имя актера, рассказать как можно большему количеству наших зрителей, да и участников о нем, чтобы они обратили внимание на жизнь и творчество этого замечательного человека. И где-то даже вот эта такая маленькая альтернатива зарубежному празднику Хулуин. Вот вроде бы «Баба яга» – нечистая сила, но она какая-то очень своеобразная нечистая сила, потому что она не только вредит, она помогает. Ведь мы же в основном знаем, что в русских народных сказках именно к ней обращаются за помощью. Я думаю, вот это очень интересный момент, который надо как-то поподробнее нам всем изучить, исследовать. И вот этот персонаж очень неоднозначный. В общем, образ «Баба яги» не так просто, как кажется. А получается у участников конкурса, удивляете вас, из года в год, ведь конкурсу достаточно много лет. Получается еще как. Люди просто, вот они, у них неистащимая фантазия, они там все такие мастера, когда хотят что-то придумать, когда загораются вот этой идеей, они сочиняют такие удивительные выходы на публику. Да, конечно, это очень здорово. Когда итоги конкурса в этом году будем подводить? Я думаю, что в конце ноября мы подведем итоги, опубликуем в соцсетях, но как только отменится карантин, мы сразу же пригласим наших участников на сцену и устроим такое маленькое шоу «Баба яги», где они наконец-то смогут показать свое представление, свои визитные карточки и заручиться симпатиями публики, ее поддержкой и аплодисментами. Светлана, можно говорить, что вот тогда же снова будут проходить экскурсии, которые по Баковке вы вводите, по тем местам, которые, ну, можно смело, наверное, назвать историческими? Да, по поводу экскурсий, их можно, наверное, и сейчас уже как-то организовывать, и мы к этому готовы. Вот, но пока мало обращается потенциальных экскурсантов, если у кого-то будет такое желание, кто-то готов вот выйти на такую прогулку, пожалуйста, мой телефон, почта в соцсетях есть, обращайтесь. Все на свежем воздухе, правильно? Конечно, во-первых, на свежем воздухе, во-вторых, очень интересно, и я с удовольствием прогуляюсь еще раз по любимым местам моего города, расскажу о нем. Вот можете вкратце рассказать, на что обращаете внимание экскурсантов? Ну, во-первых, на то, что среди нашего большого растущего города остаются такие маленькие поселочки, которые хранят свои тайны и не раскрывают их до тех пор, пока сам человек не захочет что-то для этого сделать, узнать, пройтись, хотя бы прийти в это место и задуматься, а что здесь было. Ну, и, конечно, я обращаю внимание экскурсантов на прошлый вид города. Ведь когда-то наше Одинцово, оно выглядело именно так, оно было деревянным. Так что можно представить, каким был город, пройдясь по вот этим маленьким поселкам, которые, слава богу, еще остались в черте нашего Одинцова. И будем надеяться, что сохранятся, еще, может быть, и внуки наши посмотрят и узнают что-то новое, и на город по-другому посмотрят. Конечно, я очень в это верю, нам просто нужно это сохранить. Ближайший спектакль когда состоится? Вот, вы знаете, я пока не скажу. Следим за афишами в социальных сетях. Следим за афишами. И я бы просто еще вот хотела отметить наше сотрудничество замечательное с Одинцовским музеем, где мы также записали этим летом цикл виртуальных экскурсий. И замечательный проект, который Комитет культуры ведет совместно с нами в Инстаграм, просветительский проект за театр. Вот, благодарю наших коллег и музей, и Комитет культуры, благодарю за вот такую возможность еще раз напомнить зрителю о искусстве театра и о нашем историческом театральном прошлом. Планируется этот проект продолжать? В Инстаграм, да, планируется. И вот нам очень отрадно, что председатель Комитета по культуре Ирина Ватрунина в этом направлении ряд просветительских программ курирует и как-то инициирует их. Спасибо большое, Светлана, что пришли к нам сегодня в студию. Вам вдохновение. Очень хочется пожелать всем нам, чтобы скорее эпидситуация позволила зрителям ходить в театр, а актерам выступать перед живым зрителем, потому что все-таки это очень важно. Театр – одно из древнейших искусств. И, конечно, без зрителей очень сложно представить себе сцену и зрительский зал. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok